Молодежь сама думает, что она прекрасно живет, что там все алкоголь, табак, наркотики, ночные клубы. Есть у тебя слова, которые сказать молодежи? Конечно, есть. Сын стал увлекаться вот этими новомодными течениями. Готы, сатанизм, печальный образ жизни, который был связан с разрушением как тела, так и духа. Самое главное, что я понял, то есть психологически люди, достигая образа 16-летнего, они превращаются в таких нигилистов. То есть для них родители уже не являются каким-то образцом для подражания. Они их думают, что они поняли о жизни очень много и могут сами идти куда-то стремиться. Естественно, их подхватывают наши оппоненты темные и пытаются увести от понимания ведического вообще смысла жизни. Делают они это очень имело через рок-музыку, через какие-то навязанные новомодные течения, которые уводят молодое поколение в сатанизм, сектанство, ну и чаще всего просто в потребительское общество, где они, ну как бы без смысла жизни, без какого-то понимания основ прозябают и до старости доживая, а то и не доживая, к сожалению, очень много молодых людей уходит из жизни из-за того, что курение, алкоголизм и суицид, кстати, очень часто сейчас стали такие проблемы очень новомодными, ну вот. Все это я проходил в своей семье, то есть у сына был и суицид, и алкоголизм, и курение, все это он практиковал и какие слова бы я подобрал, да. Ну, на тот момент я своим личным примером показывал, как в песне Виктора Цоя поется, можно сказать тысячу слов, а когда вот нужна крепость руки, да, тогда нужна именно крепость руки. Я не применял никаких физических воздействий на своего сына, но я своим личным примером показывал, как нужно жить. То есть задача родителей, задача людей старшего поколения продолжать показывать своим опытом, своим личным примером, путь показывать людям, молодым, и стараться обратить на себя внимание, обратить внимание на те же самые традиции и на смысловые, коренные смыслы жизни, например, вот зачем мы рождаемся, да. Очень часто в 16 лет возникает вопрос, а зачем я вообще появился на свет? Человек обучился в школе, ну, с нашей системой образования мы все прекрасно знаем, что, к сожалению, она принуждает детей 45 минут сидеть за партой, и зачастую те знания, которые несет преподаватель, они могли бы за 15 минут найти в интернете и все это быстро для себя уяснить, но, к сожалению, вот все сделано для того, чтобы у них была, ну, так назовем это таким неприятным словом, отрыжка, да, от получения знаний. И со временем дети действительно отучаются получать знания самостоятельно и не хотят вообще получать знания. То есть школьное образование, оно принуждает именно к этому, оно для этого и создано. То есть, ну, не будем говорить, кем эта программа, так скажем, пишется образовательная, но тенденция такова, что сейчас не только в России, но и в разных странах образовательная система разрушает самосознание человека. То есть люди и молодые люди, в том числе, только входящие в эту жизнь, они не понимают, зачем им жить. Зачем им вообще, рассказывая там 10-11 лет, вот эту всю билиберду, которая называется средним образованием, если в жизни это все неприменимо, если люди живут по-другому и зачастую, выйдя из стен школы, они не могут самостоятельно мыслить. А вот возможность самостоятельного мышления именно и связана с тем, что человек, который находится только в начале своего пути, при выборе того или иного направления, помните, как богатырь, да, наш русский в сказке, стоит перед камнем и выбирает путь, куда идти. Направо пойдешь, налево пойдешь или прямо. Вот так же и молодой человек, который начинает свой путь, он должен иметь внутренние рецепторы, назовем их, да, распознавание истинности пути своего. А как ему это сделать? То есть мы должны развить в человеке, в молодом, с детства, с малых лет, возможность распознавать и осознавать этот мир самому. То есть, да, до определенного уровня развития, когда ребенок еще маленький, родители являются для него, ну, фактически богами, он смотрит на них и повторяет все за ними. И в этот момент очень важно заложить как раз в ребенке возможность самоанализа и самопознания. То есть мы ему говорим, что он личность, мы говорим ему, что он такой же, как мы, и он имеет право и сам познавать этот мир и с нами советоваться и с нами спорить. И ни в коем случае мы не даем какие-то знания как догму. То есть мы ни в коем случае не создаем такое догматичное формирование сознания детского, когда все, что сказано взрослыми, оно не требует проверки. Обязательно нужно объяснять ребенку, что все знания, которые есть на этом свете, это знания, которые нужно проверять, пропускать через свой личный опыт и через опыт тех людей, кому они доверяют. То есть через опыт учителей, которые являются для них, наверное, ну, так скажем, очень почитаемыми. Так вот, что бы я хотел сказать молодым, которые уже вступили на этот путь и, может быть, им в жизни не достался тот самый учитель, который мог бы им в свое время сказать, ну, родители, конечно, являются основными учителями, но для многих учитель в школе являлся таким, наверное, отправным, может быть, волшебным вот пинком для того, чтобы понять в жизни, что самопознание, саморазвитие, духовное развитие, поиск самого себя, поиск именно своего пути на земле является главным для того, чтобы человек мог бы называться человеком с большой буквы. То, что сейчас молодых людей отрывают от семьи, от таких вот нравственных как раз институтов, учителей духовных, когда духовный учитель, неважно, это родитель или это учитель школы, не могу не затронуть, я вот я сказал про школу, и тут же у меня возникает образ той школы, которая сейчас у нас существует в России, да, не секрет ни для кого, учителя меня поддержат и воспитатели детских садов. Сейчас с помощью нашей системы образования вводится потребительское отношение к учителям и воспитателям, а это фактически те самые, ну, назовем их по старинке, да, жрецы и волхвы, которые воспитывают будущее поколение. А они сейчас по договору, который подписывает родитель, отдающий своего ребенка в школу, являются сферой услуг. То есть волхвов и жрецов перевели в сферу услуг. А это очень такая кривая дорожка, которая приведет к тому, что рано или поздно ученик будет относиться к своему учителю, а он уже сейчас относится к своему учителю, как к аниматору, как к человеку, который несет ему знания, не ради того, чтобы он стал богаче духовно или смог развиться и превратиться в человека в итоге, а просто как к человеку, который оказывает ему некие услуги по передаче каких-либо знаний, да. То есть как это сейчас делают наши все развлекательные заведения. Вот. То есть воспитательный процесс. Потребительски относиться. Да, потребительски относиться к учителю, к воспитателю. То есть с малых колен учит человека быть потребителем. Это отвратительный такой изворот-переворот. То есть все переворачивают вверх тормашками. Учитель всегда был самым уважаемым человеком. К нему относились как к мудрецу, как к старцу. Да, вот в 17-м году у нас, в 17-м году была первая попытка была изменить существующее положение вещей в нашем обществе, когда институт старчества, так называемого старшинства, когда старший в роду, его звали старшак, да, или глава общины, он передавал ту мудрость из поколения в поколение, которую он накопил за годы своей жизни. Его беспрекословно слушали. Сейчас дети, оторванные вот от этого института семьи, развивающегося по ведическим канонам, они, к сожалению, не знают, что и не имеют возможности пообщаться очень часто даже со своими дедушками или хотя бы с отцами и взять от них эту мудрость. Они берут эту информацию из интернета, берут из разных источников, от своих друзей, каких-то средств массовой информации и так далее, и у них искаженный образ реальности. Они не знают правды. Почему? Потому что тот самый опыт, который накапливало старшее поколение, то есть вот эти вот старики, главы общин, они сейчас фактически не существуют. То есть деды превратились в банальных каких-то, ну, как сказать, тех же самых потребителей, которые просто состарились со временем, но не накопили никакой мудрости. Они не могут никакую мудрость передать. Все изменено до неузнаваемости, к сожалению. И откуда взять новому поколению информацию? Сейчас есть единственный способ брать информацию. Брать ее от источников, которые вызывают доверие. Сейчас много говорят про интернет, о том, что это мировая помойка информационная, что там ничего не найти. Ну, я скажу, что это неправда. Так же, как в мировом информационном океане космическом можно найти информацию обо всем, и о ненужной информации, которая нам... Ну, как бы... А что такое ненужная информация, да? Опять же, если человек прикоснулся к какому-то темному, так скажем, темной информации, то у него выработается со временем иммунитет и возможность сравнивать, что есть хорошо, а что есть плохо. Помните стихотворение Маяковского, да? Крошка сын к отцу пришел, спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Не зная темного, мы не узнаем светлого. Обязательно человек должен уметь сравнивать. Поэтому ищите в интернете интересную информацию, старайтесь узнать больше о истории нашей страны, старайтесь впитывать как губки все, что говорит старшее поколение, мудрые люди, которые уже накопили эту информацию, которые перелопатили информационные файлы интернета, которые создали, может быть, какие-то школы. Тот же Михаил Щетинин со своей школой, да? Светлана Васильевна Жарникова, Задорнов, Николай Викторович Левашов, Сергей Данилов. Множество информационных агентств, достояние планеты, информационный ресурс. Как правильно сказал Кирилл Видомир о том, что есть у нас информационные каналы Сергея Игнатенко, Павлюченко Олега. То есть это те люди, которые сейчас находятся на стреле информационного просвещения человечества, именно молодого поколения. Они сами являются молодыми людьми, и они прекрасно понимают, что информацию можно найти. Она существует и в архивах наших библиотек российских, и ее просто можно даже, так скажем, прочувствовать, и на чувственном уровне, опять же, считать с информационного поля, да? Так что молодым я советую побольше заниматься саморазвитием. Только в этом сейчас спасение, и это путь, который приведет к развитию жизни на Земле только таким способом, объединяясь в какие-то сообщества, межнациональные даже, потому что есть много направлений, вот я скажу, я участвую во многих направлениях, например, по сбору мусора на Земле, да? Казалось бы, банальная история, собирать мусор, ездить каждую там субботу-воскресенье в какие-то определенные места, где скопились свалки, и убирать этот мусор, да? Ну, ничего сложного. А с другой стороны, это такой гигантский шаг для и саморазвития, и общего дела. То есть мы убираем мусор, помогаем нашей Земле очиститься от грязи, и в то же время этот поступок является таким очищением нас от тех проблемных каких-то вещей, которые существуют внутри нас. То есть одно от другого зависит всегда, и общаясь с теми же ребятами, которые приходят на уборку мусора, вы можете найти там себе друзей, соратников, которые мыслят так же, как вы, являются вашими одногодками, и вы можете с ними найти не только общий язык, но вы можете правильно и грамотно проводить вместе свое время и обогащать друг друга знаниями. То есть вот, но при этом делая общее какое-то благое дело, та же уборка мусора. Есть очень много сейчас клубов, в которых собираются молодые люди, проводят вместе вечерки, проводят фольклорные мероприятия, связанные с народными традициями, праздниками и обрядами. Почему это важно для молодых? Да потому что, возвращаясь и обращаясь к истокам, к родной культуре, они опять же смогут раскрыть себя как личность, найти тот самый путь познания для того, чтобы правильно и счастливо прожить эту жизнь на земле. И, соответственно, сделать жизнь людей, находящихся рядом, а это очень важно. То есть не только сделать свою жизнь счастливой, но и сделать еще жизнь людей, находящихся рядом счастливыми. Потому что, ну это уже, наверное, поняли даже наши олигархи, которые, ну или, так скажем, богатые люди, которые имеют достаточно большие средства у нас в России, строят какие-то отдельные себе коттеджи и так далее, воспитывая своих детей, они понимают, что этим детям в будущем придется взаимодействовать с другими детьми, которые не имеют тех же благ и тех же денег и того же благосостояния, что вот у их детей. И им волей-неволей приходится задуматься о том, а как будут проводить их дети время здесь, на этой планете, в этой стране. И им приходит на ум, я уже просто встречался с одними такими людьми, которые начинают задумываться о каких-то общественных организациях, о каких-то совместных таких, ну не назову это вечерках, но тех же самых концертах. То есть вот они живут в поселении в каком-то коттеджном, там есть местное население, да, которое не имеет возможности ездить в районный центр каждую неделю, например, и получать там, так скажем, культурные какие-то знания или культурно обогащаться в тех же концертах, на театральных представлениях и так далее. И вот у них есть понимание, что, а почему бы не проводить это все у себя в коттеджном поселке, в экопоселении, да, то есть почему бы не вводить туда эти культурные мероприятия. И они начинают проводить вот такие вот мероприятия. Хвала и честь этим людям, что они действительно дошли до понимания, что не только деньги управляют сознанием и миром, но и самое главное, что управляют люди, находящиеся в состоянии осознанности и духовного развития. Только так мы сможем изменить что-то на земле. Сейчас идет информационная война. В основном все русичи там уже кто в кредитах, кто там на алкоголе. Как возродить Россию? Конечно, да, кто-то попал в кредитную зависимость материальную, кто-то просто в материальной зависимости в этом колесе сансары, выражаясь по-индийски, да, то есть не видит. Ну, работа-дом, работа-дом, пошел в магазин, потратил и так далее. Да, это все крутится-вертится. Какой из этого выход? Есть такие прекрасные изречения мудрые, что если проснется хотя бы 5-7% населения, то эти 5-7% как эффект сотой обезьяны, они пробудят все остальное общество. И нет сейчас необходимости будить каждого и уходить и требовать от того, чтобы люди были осознаны и вели себя так, как, ну, например, те, кто уже проснулся и хочет что-то изменить в этой стране. Надо понимать, что эти процессы небыстрые. Так всегда было, что кто-то первый начинает, за ним идут люди. Но ответственность сейчас ложится на тех, кто проснулся, на тех первых, которые заговорили и получили информацию и возможность почувствовать и разобраться в том, что происходит. На них легла гигантская ответственность. То есть они ответственны за то, чтобы передать эту информацию другим. Это не значит, что они должны, как я уже сказал, бегать за каждым и требовать от него осознанности и понимания. Но в то же время они должны дать возможность людям, которые хотят, получать эту информацию. А в каком виде, это уже не важно. Возможно, они могут открыть какие-то информационные центры развития, культурные центры, вот как я открыл семейный творческий клуб. В этом клубе люди могут приходить, получать информацию, обмениваться, опять же, какими-то знаниями друг с другом и просто вместе проводить время, да, в традиции, изучая параллельно и праздники, и обряды, и традиции своего народа. Ну, с Азов и, так скажем, до, может, каких-то более глубоких духовных практик. В то же время и по всей территории России растет количество образовательных центров, растет количество информационных славянских, так назовем их, агентств, да, потому что есть средства массовой дезинформации, как мы их называем, да, а есть уже наши средства передачи информации правильной. Это и интернет-радио, например, Народное Славянское радио, радио Гамаюн. Ну, много можно перечислить таких информационных порталов, которые открываются, и через них можно получать информацию. Другое дело, что очень часто, конечно, как ты правильно заметил, люди не видят, люди находятся в таком зашоренном состоянии, в состоянии постоянного добывания денег, постоянной какой-то траты денег, отдачи денег за кредиты и так далее. Но здесь у каждого человека в жизни наступает такой момент, когда он имеет возможность выйти из этого вот круга замкнутого, да, и пойти по кругу развития. Самое главное, чтобы человек это мог осознать и понять. И помощниками в этом ему будут являться те люди, которые встречаются на его пути. В моей жизни так неоднократно случалось, что я являлся таким, ну, невольным. Я не скажу, что у меня была какая-то конкретная цель, пробудить в человеке что-то или дать возможность человеку что-то осознать. Люди, общаясь со мной, ну, случайно, как бы встреченные. Это были и люди, с которыми я общался, когда водил своего ребенка в детский сад. Это и были люди, которые просто попадались мне в жизни на каком-то там празднике, мероприятии. И в случайном разговоре, разговорившись, я понимал, что их интересует то же, что и меня в свое время интересовало. А как же дальше жить, как избавиться от этих кредитов, как сделать жизнь своей семьи счастливой, и как донести там своей жене или своему мужу эту информацию, которую, а может быть, они получили либо от меня, либо еще откуда-то. Как сделать детей счастливыми, как детям преподносить знания сейчас в этом нашем быстро меняющемся мире, так, чтобы дети не заразились информационной заразой, которая льется из всех средств массовой информации, и в то же время смогли получить информацию о наших предках, наследии и так далее. Так вот, оказывается, достаточно человеку прикоснуться к опыту другого человека, который с тобой пообщался. То есть в данном случае он будет как просто собеседник, но в то же время как такой мудрый учитель-собеседник, который поможет ему ответить хотя бы на несколько вопросов, которые он задал. И так вот, на своем опыте опять же расскажу, что те люди, которые со мной общались в течение, может быть, определенного количества времени, так получалось, что мы встречались с человеком не один раз, а несколько. Рассказал, как я лично развивался, какие у меня были вопросы в жизни и так далее. Они это все, так скажем, провели проекцию на свою жизнь и получили очень многие ответы для себя. И смогли найти в себе силы и пробудить в себе, наверное, ну, не побоюсь этого слова, родовую память. Очень у многих проснулись какие-то скрытые такие резервы, когда люди осознали действительно, что они, ну, хотя бы захотели узнать, а что же, из какого они рода, кто их прадедушка, прабабушка, почему мы так плохо живем в городах и что нам делать, если мы попали в такую кредитную зависимость, да? Нужно ли нам заниматься тратой денег направо и налево и работать на погашение этих кредитов, или можно просто задуматься о счастливой жизни на земле, или о том, чтобы наши дети хотя бы получали правильную информацию от своих родителей, для того, чтобы смогли развивать дальше эти вопросы в будущем, да? То есть вот элементарные вопросы, даже вот счастье каждой семьи, оно всегда находится в руках каждого человека. И человек способен изменить свою жизнь, свою судьбу, и единожды, может быть, а может быть, и не единожды, ну, у каждого есть такая попытка в жизни, и есть такой случай, момент, когда он встречает в своей жизни кого-то, кто ему дает ключи, ключи знаний, которые помогают человеку изменить что-то в своей жизни. Дай Бог, чтобы таких учителей и людей, которые встречаются на пути, не важно, что, ну, как бы, назовем их учителями, но, может быть, в жизни они не являются учителями, может быть, они просто сказали что-то, какое-то нужное слово в нужное время. И человек проснулся и пошел по нужному пути развития. Так вот, дай Бог, чтобы у каждого в жизни был такой момент, когда он осознал этот случай, что вот произошло именно то, чего он так долго ждал. Появился человек, который сказал ему нужное слово в нужное время, и человек начал менять свою жизнь, пошел в нужном русле развития. Так вот, я думаю, что это самое главное. И тогда, если каждый осознает хотя бы, будет стараться осознавать, что случай – это второе имя Бога, да, и что ничего случайного в нашей жизни не бывает, те же самые удары судьбы. Это когда, ну, например, человек взял кредит, не смог его отдать, попал там под преследование коллекторов, или там, может быть, не дай Бог, сел в тюрьму за это, потом выйдя, он начинает что-то по-другому осознавать. Да, это тоже опыт. Это гигантский опыт человека. Кому-то нужен такой опыт для того, чтобы у него произошла стряска в его сознании, и он поменял какие-то отношения к этому, ну, как бы, к миру и к каким-то вещам глобальным, основным. А кому-то достаточно просто пообщаться с человеком, да, или посмотреть со стороны на другого, который имел отрицательный опыт. А есть случаи еще более простые, когда человек, ну, назовем это так, волею судьбы или волею случая попал, например, на какой-то праздник славянский. Вот на тот же самый фестиваль восхождения, поселение Возрождения, да, и встал в хороводы. И в этих хороводах в нем раскрылась его родовая память. И он осознал, что жить так, как он жил до этого, больше нельзя. И он увидит, что вокруг него люди, которые уже встали на этот путь, на путь осознанного развития, саморазвития. И у него возникает желание быть похожими на них и взять от них, взять с них пример. И он начинает делать это у себя, у себя в своем городе, в своем поселке, так же, как в нашем центре слова культурном. Наши ученики очень часто тоже приходили с такими же вопросами. Как нам быть? У нас такой депрессивный город. У нас сосед мой пьет. Мои, так скажем, сокурсники или одноклассники по школе, все давно спелись, кто-то умер, кто-то стал бандитом и так далее. Нет с кем общаться, нет сферы применения себя. Как же я могу что-то изменить? Я же один всего, а тут вот такая вот депрессивная среда, и она вся давит на меня и так далее. Так вот, могу сказать, что есть люди, которые прошли этот уже путь в нашем центре слова, они просто обратились внутрь себя и поняли, что изменить даже один человек может очень много. Человек бросил курить, казалось бы, мелочь. Он стал больше замечать каких-то, так скажем, стал участвовать в общественной жизни своего микрорайона. Начиная от подъезда, то есть стал принимать непосредственное участие в уборке того же подъезда. Жизнь людей помогать, изменить в своем доме, то есть сделать что-то приятное для них, ну и для своей семьи в частности, да, участвовать в каких-то праздниках городских, да, на городском уровне, на которых он может, ну, как бы сделать что-то приятное людям своего города, поселка и так далее. А самое простое – это просто рассказывать своим друзьям о своем опыте. И это оказалось самое действенное. То есть когда он стал рассказывать своим друзьям, соседям, ну, даже родственникам, которые, может быть, пребывают в таком невежественном состоянии, да, неосознанности, а именно такого материального проживания, прожигания этой жизни и в таком зазомбированном состоянии, назовем это так. Вот. Общаясь с ними, показывая своим личным примером, что я смог изменить свою жизнь, он дает тем самым пример и окружающим его людям, друзьям и родственникам. И они зажигаются, они видят этот опыт положительный. Так происходит с людьми, они к хорошему всегда тянутся. Так же, как говорят, что можно плохому научить человека, да, быстро. Среда определяет уровень сознания человека. Но если в этой среде появился светлячок, который светит и который поменял свою судьбу, к нему начинают присматриваться, на него начинают равняться, потому что, ну, это закон, непреложный закон космический, да, развития. И начинают развивать себя. Смотрят, учатся и развивают себя. И он заразил, в приятном смысле этого слова, в хорошем, заразил окружающих себя людей. То есть они стали тоже меняться. И уже находясь сейчас на пятом курсе нашей школы, человек уже не чувствует себя в мире депрессивных людей, в окружении какого-то непролазного, бездуховного общества в своем городе. Он нашел себя, нашел силы для развития. И ему приятно осознавать, что он явился толчком для развития многих людей в своем городе, в своем микрорайоне и просто для своих родственников. Я думаю, что Велическая Русь это такое всеобъемлющее понятие, связанное с культурным развитием людей, людей, осознающих свою сопричастность к всем процессам, происходящим на Земле. Обязательно понимание того, что человек на Земле – это один из видов просто жизни, биологической жизни на Земле. Не секрет же, что человек соединяет в себе как звериное, так и небесное начало. Так вот, звериное – это как биологический вид. Мы занимаем определенную экологическую нишу на Земле. И эта ниша нам досталась по праву наследия. Наши предки нам ее передали. И наша задача была сохранить, и не только сохранить, но и приумножить ту природу, то богатство и разнообразие жизни на Земле. И сохраняя еще и развивать это все. Но сохраняя и развивать может только человек с физическим пониманием. То есть нельзя добиться от животного понимания того, что отношение, как мы относимся к природе, как мы относимся к ближним своим людям, все это влияет на общее развитие нашей планеты и на то, как долго еще сможет продержаться наша цивилизация. Так вот, ведическая Русь – это, в моем понимании, это, наверное, когда люди всей Земли приходят к просветлению. То есть Русь – это не секрет, что у нас в языке сохранилось смысловое значение этого слова, как «светлый». То есть Русь – это светлое место. И вот в этом контексте, конечно, ведическая Русь – это просветленное общество людей, которые заботятся и о друг друге, заботятся о процветании жизни на Земле, но и не только на Земле, но и в космосе. Потому что наши предки мыслили глобальными масштабами, они прекрасно знали, что не может быть счастья на одной отдельной планете, так же, как не может быть своего личного счастья одной семьи. Все взаимосвязано, и если на одной планете будет счастье, а на другой – нет, то космические законы повернут все так, что несчастье придет и на нашу планету. Поэтому, конечно, творили доброе, вечное и в других мирах, и на других планетах, но самое главное – начать с себя. Так вот, ведическая Русь – это понимание, что все, когда каждый член общества понимает, что все зависит от него, и что свет, который он дарит другим людям, он, сто крат усиливаясь, вернется к нему. отражаясь от других галактик, от других миров, от других солнечных систем. Это и есть ведическое человечество, о котором мечтал и Николай Рерих, и многие наши мудрецы говорили, наверное, в надежде приблизить то светлое время, когда люди будут осознанны и будут творить жизнь с пониманием и со светом, и с любовью. Улетай на крыльях ветра, ты край родной, родная песня наша. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова